Всем привет! Рад вас видеть на нашем канале. Друзья, довольно часто к нам в сервисный центр обращаются клиенты с желанием заменить аккумулятор в своем смартфоне. Конечно, это касается также планшетов, смарт-часов, видеорегистраторов и других гаджетов, имеющих на своем борту аккумуляторные батареи. Клиент до момента обращения в сервисный центр даже не представляет о том, с какими сопутствующими осложнениями порой приходится столкнуться при замене аккумулятора. Вся сложная ситуация начинает раскрываться в момент сдачи устройства в сервисный центр при осмотре внешнего вида устройства менеджером. При дефектовке устройства порой вскрываются едва заметные до этого замечания, такие как выдавленный вперед дисплей вздутым аккумулятором, увеличенный зазор между корпусными частями, ранее незаметный, так как телефон находился в чехле, разводы на дисплей при незначительном на него давлении и другие. В данном случае незначительное вздутие аккумулятора внутри устройства вызвало впечатывание компонента в OLED-дисплей, что привело к явно выраженным выпуклостям на дисплее смарт-часов. Рекомендуем обратить внимание на конструктивные особенности устройства Galaxy Gear S3. В корпусе нет и десятой доли миллиметра свободного пространства. Что касается жизненного цикла аккумулятора таких гаджетов, тут статистика такая. Либо полтора-два года не самого интенсивного использования, что составляет порядка 500-600 циклов заряда. В лучших случаях этот срок составляет более двух лет. Поверьте моему десятилетнему опыту в ремонте цифровой техники. Также на нашем канале вы можете посмотреть, как подобную процедуру мы произвели с Apple Watch. Вот ссылочка. Категорически рекомендую периодически обращать внимание на внешний вид вашего устройства спустя несколько лет использования. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций со вздутием аккумулятора. Также порча аккумуляторов способствует попаданию влаги в устройство, используя некачественных зарядных устройств с высоким номиналом тока. Итак, давайте посмотрим, как производился ремонт данных смарт-часов. Погнали! Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас на ремонте будет Galaxy Gear S3 Classic, который SMR760. В данном ремонте мы будем заменять батарейку на данном устройстве. Прошу вас отметить тот момент, что здесь на дисплее, как мы видим, что-то давит на него изнутри. Что это? Кусочек корпуса или это батарейка? Мы не знаем, но в процессе разбора мы все это посмотрим. Приступаем к нашему разбору. Для начала мы убираем ремешки, чтобы они нам не мешали. Далее мы выкручиваем четыре болта по периметру. Далее мы открываем крючку корпуса. Взмем чуть-чуть чуть-чуть чуть-чуть. Там стоит уплотнительная резинка. Она имеет свойство закисать. Поэтому мы чуть-чуть будем добавлять газик. По периметру. Наша задача сейчас потихоньку чуть-чуть подорвать. Добавляем газ. Дисплей у него AMOLED, поэтому бояться нам нечего. Тихонечко. Как пусинка отходит. Как мы видим, здесь у него по периметру идет силиконовая прокладка. Она у него перекисла. Поэтому у нас вызывает это затруднение некоторое снятие крышки. Газ в этом деле нам необходим. Он позволяет смягчить силиконовую прокладку. Чтобы можно было безопасно снимать все дальше. С этой стороны вот она пришла. Половинка периметра уже пройдена. Нам очень желательно не порвать эту резиновую прокладку. Аккуратненько ее вернуть на место. Тихонечко. Надеюсь. Надеюсь. Сейчас капотом газа. мы силиконовую прокладку сохранили. Мы успешно сняли заднюю крышку. Сейчас мы выключим наши часы. Обратите внимание. Давление на дисплей стало меньше. И вот этот отпечаток стал чуть-чуть поменьше. Раньше он выпирал. Сейчас он стал меньше. Соответственно мы сейчас дальше разберем. Посмотрим в чем собственно дело. сейчас мы выключаем наши часы. и продолжаем разбор устройств. сейчас мы выключаем шлейфики. и выключаем болтики. в которой нет движки. и выключаем шлейфики. и выключаем шлейфики. Далее вот здесь по периметру здесь защелочки. И мы их аккуратненько отгибаем. также прошу обратить внимание, что вот здесь у нас присутствует шлейфик. и он идет на кнопочки. и он идет на кнопочки. и он идет на кнопочку. и он идет на кнопочка. И он идет на кнопочку. здесь они в шлейфе, они заправлены в пластиковый корпус, сейчас нужно аккуратненько их сдвинуть, а то идёт шлейф дисплея вот так выглядит наша начинка, вот и что мы видим, мы видим вздушивуюся батарейку которая собственно давила на наш дисплей, для того чтобы у него, посмотрите сейчас я беру газиком отпечатки и как мы видим здесь нет у нас никаких волн под дисплеем никаких отпечатков микросхем и всего прочего, так как мы приступаем к дальнейшему нашему разбору, дабы заменить на него батарейку выкручиваем болтики здесь у нас получается что еще пойдет вот пьянка аккуратненько вот это мы закрепляем платин, а потом шердача здесь буквально не касается корпуса как мы видим вот здесь у нас присутствует контактная площадка для батарейки и вот мы видим нашу вздушивуюся батарейку в которой мы сейчас сидим уважаемые зрители обратите внимание на то как старая батарейка сдулась относительно новой приступим к ее замене итак мы успешно сняли батарейку сейчас мы приступим к ее замене скотч присутствует он достаточно липкий наша задача четко позиционировать батарею далее мы удаляем транспортировочный скотч и устанавливаем на место нашу батарею также обращаю внимание здесь присутствует отверстие для того чтобы четко спозиционировать часы вот здесь мы видим штырек потом сейчас мы отравниваем готово и и Аккуратненько. Оп, готово. Так у нас защёлкнулся корпус, мы возвращаем на место кнопки. Опять же присутствует отверстие для того, чтобы их отравнять. Далее мы закручиваем болтик. И приступаем к укладке шлифов дисплея. Здесь требуется быть достаточно аккуратным. Далее мы закручиваем. До щелчка. Готово. Как мы видим шляфик у нас позиционированный. Закручиваем два болта. Ставим на свое место заднюю крышку, сохраненной силиконовой прокладкой. Обратите ваше внимание, что для разбора я использую треугольную отвертку. Закручиваем болты крест-накрест, дабы создать оптимальное давление и прилегание резинки корпуса. Итак, сейчас мы попробуем включить наши часы. Скорее всего аккумулятор разряжем. Алексей Анатольевич мне сейчас любезно предоставит ковербанк. И так мы видим пошла зарядка у часов. У нас получилось так, что пятно с дисплея ушло. То есть, точнее давление на дисплей из-под низу ушло. По причине того, что мы заменили батарейку. Как вы видите, она приобрела такое очень неприятное свойство раздуваться и начинать выдавливать все, что находится вокруг нее. Вот. Сейчас мы будем ожидать, когда у нас зарядятся наши часы. Мы их соберем и отдадим завтра довольному клиенту. Спасибо, что посмотрели данное видео и нашли на это время. Оцените нашу работу, поставив большой палец вверх. До новых встреч на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok